Приветствую вас. Сара. Давайте разберём вопрос, который вы задаете. Смотрите. Вы пишете о том, что у вас не было серьёзных отношений. Вы пишете о том, что вам 19 лет. Для чего вам 19 лет серьёзные отношения и что вы понимаете под ними, под серьёзными отношениями. То есть какие отношения серьёзные и какие отношения не серьёзные для вас. Серьёзные отношения, наверное, это те, которые к чему-то ведут. Это те отношения, которые могут привести, например, к семье, к детям и прочее. Возникает вопрос. Зачем вам это? Из чего произвекает ваше желание этого? Вы пишете, что я понимаю в глубине души трачей любви и забот о чём отношений. Но тот факт, что вы хотите отношений, любви и заботы свидетельствует о том, что вам этого почему-то не хватает. И идея заключается в том, чтобы понять, разобраться в причинах нехватки вам, любви и заботы. Что вы хотите восполнить, компенсировать в отношениях. Далее. Далее вы пишете, что при общении языка с парнями вы быстро сливаетесь. Имеется в виду, что начиная общаться с парнями в социальных сетях, вы быстро это общение прерываете. С чем связано то, что вы выбираете общаться в социальных сетях? Почему не в реальной жизни и не по тем интересам, которые у вас есть? Есть ли у вас интерес? Есть ли что-то, что вам живо и интересно, чем вы готовы так же живо заниматься? И по поводу чего вы можете выстраивать отношения с людьми, в том числе и с мужчинами. Следующий момент. Вы боитесь близости. Вот вы пишете, что я сливаюсь. А вы чего-то пугаетесь. Вы боитесь этих сближений. У вас есть проблема с личными границами. Данная проблема проявляется в невозможности для человека отграничить себя от другого. Разграничить свою ответственность и ответственность другого. У вас есть с этим трудности. Есть трудности, вероятно, и со страхом ответственности непосредственно своей. То есть вы чего-то боитесь. Боитесь ответственности. Дальше. По какой-то причине ваши родные имеют право говорить вам, что делать, чтобы, собственно, построить отношения. И давить на вас тем, что вы можете остаться старой девы. Подразумевая под этим то, что это что-то негативное. То есть вас уже близкие пугают тем, что вы можете остаться старой девой одной. Но, с чем это связано, что вас испугало. И повторюсь, какое право имеют ваши близкие люди советовать, как вам себя вести. Чтобы построить отношения, нужно выяснять, как нужно выяснять и то, что является фундаментом для построения отношений с мужчинами, в том числе, в том числе самостоятельно. Потому что мужчины не единственные, с кем вам нужно выстраивать отношения. Ну, например, о чем вы говорите с мужчинами, когда общаетесь на языках. В какой момент и из-за чего вам хочется общение прекратить? Прекратить. Вам становится страшно. Может быть вы чего-то не хотите. Может быть вам что-то не по душе. Вот эти все моменты нужно разбираться. И глобально, прежде чем выстраивать отношения с мужчинами, вам желательно определиться в своей жизни, кто вы. И сепарироваться со своих родных, в том числе эмоционально. И понять, какая вы женщина. Только после этого вы сможете выстраивать отношения с мужчинами и полностью раскрываться как личность и как представитель своего пола перед ним. В противном случае, если этого не сделать, вы можете сменить одну зависимость, которая сейчас проистекает от ваших родных, на другую зависимость, которая будет проистекать от молодого человека. В свою очередь связанного с родными, которым вы, судя по всему, в том числе пытаетесь угодить. Ища отношения. А вот, делаете ли вы это для себя? И что вы хотите для себя? И с чем обусловлен выбор тех способов реализации того, что вы хотите для себя? Нужно выяснять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена и вы сможете найти из нее выход. Такой, который вас устроит. Ваш пункт. Лавренка Sabbath.